Играет музыка Играет музыка Снижение среднесуточных температур На протяжении нескольких дней ночные морозы будут местами до минус 30 градусов и ниже Сотрудники МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами И настоятельно рекомендуют не использовать самодельное электрооборудование А также не позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами Не оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра В Усть-Куте снимут режим повышенной готовности Как сообщил глава администрации Евгений Кокшаров Такое решение приняли на комиссии по чрезвычайным ситуациям после стабилизации ситуации с углем На прошлой неделе в Усть-Куте снизили температуру теплоносителей по причине недопоставки топлива Не хватало вагонов и рабочих для отгрузки Сейчас вагоны с углем прибыли, котельные работают в штатном режиме От морозов страдают животные В лесу Черемховского района нашли замерзающую кошку В 120 километрах от Иркутска, вдали от населенного пункта Одиноко бегающего животного обнаружил руководитель приюта К-9 Вячеслав Славин Пушистая, жалобно мяукащая бежала навстречу автомобилю Недолго думая, он забрал кошку с собой и разместил в своей машине На видео можно заметить, что кошка похожа на бывшую домашнюю Она ухоженная и упитанная, но сильно испуганная и замерзла Кто мог оставить животное в лесу совершенно одного, в мороз минус 40 На верную гибель остается догадываться Сейчас чудом спасенная кошка находится в Иркутске в приюте К-9 Ветеринары уже ее осмотрели И вновь коммунальная авария в Иркутске Потоки воды затопили улицу Улан-Баторская На месте сейчас работают аварийные бригады муниципальных предприятий Водоканал и Иркутска Автодора Там же в круговороте событий и наша съемочная группа На связи со студией Дарья Андреева Дарья, добрый вечер Какая ситуация сейчас на месте аварии? Затруднено ли движение автотранспорта? Добрый вечер студия Да, мы сейчас находимся на месте аварии Буквально некоторое время назад на территории Ледового дворца Байкал Сорвало пожарный гидрант и на поверхность вышла холодная вода Специалисты откачивали воду из подземной парковки И прямо сейчас там находится очень толстый слой льда И мы сейчас находимся на улице Улан-Баторска Здесь ситуация на дорогах спокойная Движение в обе стороны идет хорошо Ну а затем за ситуацией мы будем продолжать следить И подробнее расскажем вам завтра Студия Спасибо большое, Дарья И эта авария никак не повлияет на работу Ледового дворца Завтра по расписанию состоится хоккейный матч Между Байкал Энергией и Уральским трубником из Первого Уральска Его вы сможете посмотреть в прямом эфире на нашем телеканале в 18.30 Будьте с нами Тем временем мы предлагаем вам стать частью нашей новостной команды Делитесь, пишите, снимайте Увидели что-то важное, стали очевидцем серьезного инцидента Хотите поделиться с общественностью важными документами Или у вас просто хорошее настроение Напишите нам об этом Посылайте в нашу редакцию ваши видео или фото Ватсап, Вайбер, Телеграм по телефону 8 924 540 99 81 Или через специальный новостной бот в нашем телеграм-канале Более 50 торговых объектов Иркутской области Присоединились к меморандуму о неповышении цен на куриные яйца Сейчас в регионе фиксированная стоимость на этот вид товара В более тысячи торговых объектах По данным Иркутскстата, в период с 16 по 22 января 2024 года В Иркутской области вновь зафиксировано снижение цен на куриное яйцо на 2% Тогда как по всей России оно не превышает и полутора процентов Меморандум, подписанный между правительством Иркутской области Местными производителями куриных яиц и крупнейшими региональными торговыми сетями Будет действовать до 31 марта 2024 года Почти 2 миллиона рублей – это ущерб, причиненный электросетевой компанией От работы нелегальной криптофермы в Золарях Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции В МВД поступила информация от энергетиков о том, что в ходе рейда Был обнаружен недостроенный частный дом Его самовольно подключили к электросетям Также на участке располагался металлический контейнер, от которого исходил сильный шум Внутри бокса полицейские обнаружили 14 единиц оборудования для добычи криптовалюты В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления двери в особо крупном размере Две переправы за сутки открыли в Иркутской области Первую в поселке Германии Жне-Элимского района через реку Элим грузоподъемностью 10 тонн Вторую в селе Подъеланка Усть-Элимского района через Усть-Элимское водохранилище грузоподъемностью 30 тонн По информации МЧС в регионе сейчас действуют 52 безопасных ледовых переправы От выезда на лед в неофициально оборудованных мест спасатели рекомендуют воздержаться И главное к этому часу Упростить порядок оформления инвалидности предложили Минтрут и Минздрав Из перечня необходимых обследований уберут около 250 позиций А еще другие 250 планируют признать заменяемыми По мнению экспертов, это поможет упростить процедуру оформления инвалидности Компании из Иркутской области принимают участие в первом фестивале ярмарки Сделано в России, в Китае и сразу в двух городах – в Шиньяне и Даляне От нашего региона заявлено 13 предприятий Из них две компании участвуют очно Они представят хлебобулочную и кондитерскую продукцию, а также БАДы Остальные в онлайн-формате покажут видеоролики о своем производстве Будут представлены мед, питьевая вода, кедровые орехи, пастила и другие товары Всего в фестивале приняли участие более 130 компаний из 30 регионов России Более 20 тысяч случаев 4V зарегистрировали за прошедшую неделю в Иркутской области В том числе 12,5 тысяч – дети Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 338 человек Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор на официальном сайте Специалисты рекомендуют при первых симптомах заболевания Оставаться дома и обращаться за медицинской помощью Кроме того, необходимо соблюдать меры личной профилактики Тем не менее, можно отмечить, что в целом по области эпидситуации По заболеваемости находятся ниже пороговых значений на 12% Но мы настоятельно рекомендуем гражданам не расслабляться Потому что сезон заболеваемости респираторными вирусными инфекциями Он еще у нас не закончен, он находится в активной фазе Поэтому не забывайте о мерах профилактики Редакция телекомпании «Аист» ищет талантливых, креативных, стрессоустойчивых и активных журналистов Свою дружную команду Звоните нам по телефону 8 924 540 99 81 Или пишите в WhatsApp, Viber, Telegram через специальный новостной бот в нашем Telegram-канале История о взаимоотношениях в семье, о желании поскорее повзрослеть Премьера спектакля «Один билет до Марса» состоялась в Иркутском драматическом театре Реализовать постановку получилось благодаря победе режиссера на Вампиловском фестивале Обо всем по порядку расскажет Дарья Андреева Рейс Марс-Земля задерживается уже 6 лет 13-летний Лешик все эти годы ждет, когда из космоса вернется отец Его считают пропавшим без вести Один билет до Марса – это яркая подача переживаний юных и взрослых сердец Мама Лешика спустя время ожидания мужа решает Хочет расписаться с новым возлюбленным Мы решили расписаться через 4 месяца Папа? Ну что папа, Леша? Леша, ну что папа? Ну 6 лет прошло, ну сколько еще ждать? 10 лет? 20? Отцы и дети – вечная тема Она прослеживается в этой постановке Фантастической истории с реальным финалом Таким авторы определили жанр С точки зрения молодого артиста драмтеатра Дмитрия Чекризова Который исполнил роль Лешика Главный посыл постановки – важность общения детей и взрослых И принятие разных жизненных ситуаций Есть у меня в тексте такие слова, что верить нужно до последнего Шанс он есть всегда И этот мальчик, он верил, верил Но вот до последнего, все-таки вот этот момент последнего Он все-таки когда-то приходит Мы взрослеем и какие-то вещи мы уже по-другому осознаем Что и произошло с персонажем в конце В нашем театре не так много современных пьес И поэтому поиграть в этом – это что-то новое для меня было Тем более я артист молодой История создания этой постановки началась еще на Вампиловском фестивале У его участницы Анны Морозовой было пять дней на создание эскиза Она выбрала пьесу Александра Тюжина А затем с этим материалом прошла в финал Это не первый опыт, но я бы сказала, что это один из первых удачных опытов Потому что часто за формой можно потерять содержание В особенности, когда ты уходишь из бытового театра, в игровой, вот в этот Здесь вроде удалось его сохранить при очень яркой форме Понять про что и донести это до зрителя Поэтому дебют Дарья Андреева, Артур Рощупкин Новости сейчас Еще одним кинотеатром больше стало в Иркутске Возвели его всего за год А пространств для иркутян там великое множество Виктор Рамзайкин побывал на открытии и все увидел своими глазами Здесь у нас начиналась первая любовь Первые поцелуи После кино мы могли идти долго-долго до дома Такие нежные и теплые воспоминания теперь будут у молодого поколения Всего за год здание бывшего кинотеатра «Марат» полностью восстановили И теперь здесь разместился культурно-досуговый центр Ребятишки делают очень сложную достаточно работу Потому что это валяние шерсти Это древнейший вид искусства Шерсть является очень сложным капризным материалом Ну и детишки хорошо и грамотно с ним справляются В новых помещениях разместились мастерские по рукоделию Пространство для художников и картинная галерея Актовые, музыкальные и спортивные залы А также отдельное помещение, где взрослое и молодое поколение Смогут заниматься художественным творчеством Хореографией, музыкой и вокалом А еще наш город стал богаче на одну библиотеку Сегодня 10 лет с момента того, как объект был передан в муниципальную собственность И вот все, когда работают в единой команде, получается хороший результат Мы видели уже сегодня, как наполняются жизнью эти помещения И самое главное, что мы видим для всех возрастных групп Есть возможность найти дело по душе Реализовать такой большой проект удалось благодаря содействию городской и областной власти На реализацию проекта потратили больше 230 миллионов рублей Понятно для всех, зачем это здание, как оно будет предназначено И самое главное, что это дает возможность такого коллективного общения Мы сегодня посетили разные творческие группы Я уверен, что на этом точно не остановится Дальше все это будет формироваться в интересах самих жителей в первую очередь Встречать гостей будут скульптуры «Летчик» и «Летчица» Они, как и в советское время, возвышаются над входом в культурно-досуговый центр «Марат» Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков Новости сейчас Возвращение середины земли Наш канал возобновляет показ этой легендарной программы В нашем эфире вы увидите новости сразу из нескольких регионов России Это Чита, Улан-Удэ, Калмыкия и даже других стран Китая и Монголии Самые интересные сюжеты о событиях и людях в середине земли Легендарную программу «Аиста» смотрите каждую пятницу в 20.00 Сто мужчин и одна девушка сыграли в хоккей в валенках на стадионе «Локомотив Вихоревки» Братского района Традиционная забава – часть зимнего досуга для жителей северных территорий Иркутской области Кто стал победителем и что самое сложное в таком деле? Расскажем прямо сейчас 15 команд из разных районов Иркутской области собрались, чтобы выяснить, кто лучше играет в хоккей Привычные коньки заменили на валенки, а вместо шайбы и малинового снаряда – теннисный мяч В голове тысяча мыслей одновременно Куда дать пас, как защитить свои ворота, как прорвать оборону соперника, как не подскользнуться и не получить травму Что самое сложное на твоей сгаде? Равновесие играть Тренировались? Ну, никак Как в детстве, вот играли первый раз, сейчас второй раз играем Нужно ли проводить подобные турниры и зачем? Обязательно нужно, конечно Это объединяет В перерывах между играми соперники превращались в настоящих поклонников этой игры, поддерживая друг друга Конкуренция была здоровой Игры шли одновременно на двух площадках У каждой команды было по несколько матчей Два тайма по 15 минут В суровые морозы это уже оказалось очень много На поле 4 игрока плюс уротарь, а рядом двое запасных Клюшки нельзя было поднимать выше пояса Мяч нельзя трогать руками Но разрешено пинать Тонкостей здесь масса, однако сложные правила участники запомнили сразу и старались их не нарушать У нас половину года зима, да, у нас снежный покров, поэтому лыжи, коньки и хоккей на валенках Это самые, наверное, распространенные виды спорта именно зимой Поэтому мы популяризируем спорт от молодежи и до ветеранов У нас в районе многие занимаются спортом Победителем турнира стал коллектив из Куйтунского района Для нас это впервые До этого мы приезжали, мини-футбол постоянно играли А тут в хоккей на валенках мы как бы занимаемся делом Вот недавно был турнир в Зиминском районе, мы там тоже принимали участие В принципе мы неплохо, третий занят призовое место, третий А здесь как бы с удовольствием всегда отзываемся на такие мероприятия Очень интересно посмотреть на команды, которые здесь представлены Себя показать Соревнования планируют сделать традиционными Александр Гаврилов, новости сейчас при содействии братской студии телевидения Игроки мини-футбольного Ираэра в тяжелой борьбе уступили одноименной команде из Ухты Счет уже в первом тайме открыли летчики Отличился бразильский легионер Алекс Однако уже во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет 1-1 в основное время и серия пенальти Там удача улыбнулась Ухте Совсем скоро у Ираэра домашний тур Он пройдет в Иркутске во дворце спорта Труд Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте ice.tv.ru И, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях Подписывайтесь На этом у меня все Мы продолжаем следить за развитием событий До скорого!